Дело же самоопределиться, нужно ли Евровидение. Если России нужно Евровидение, елки-палки, надо, не приехав туда, осуждать все вокруг, а приехав туда, если ты приехал, принять все то, чем они живут. Потому что Евровидение не валяется в ногах у России, чтобы мы обязательно приехали. Об этом мы говорили, и я был в числе тех, кто обсуждал все дни Евровидения в студии телевизионной. Когда на эту бедную кончиту напали и стали бить ногами, вот мужик или женщина с бородою, и только об этом мы говорили, я высказал свое мнение. Оно выглядело так. Во-первых, не нравится, зачем мы туда поехали? Если мы поехали и не победили, тем более ничего говорить не надо. Нужно готовиться к следующей поездке, если мы решили, и победить. А вот когда мы победили, нам нравилось. Когда победили наши бабушки, мои подружки, бабушки-старушки победили, нам все нравилось, елки-палки. Как только мы проиграли, давайте забросаем тухлыми яйцами. Это не очень, это сомнительно, очень сомнительно. Что касается ценностей, наверное, вы имеете в виду эту бедную кончиту, женщину с бородою. Но повторяю, когда мы так осуждали на экране образ победительницы, победительница, победителя, и так чуть ли просто газом и напалмом не выжигали, я сказал, я очень люблю талантливого человека Сергея Зверева, который сидел в этой же студии на роскошных вот таких вот платформах, в макияже, который поддерживает именно его имидж, потому что если все снять, майкап, ресницы, то это уже не Сережа Зверев, это образ. Я сказал, чего мы бросаем гранаты в эту кончиту? У нас Сережа есть. Вы спросите, чего мы тут? Мы же живем, Сережа, мы его любим, мы его приняли, мы к нему привыкли. Он талантливый, хороший человек, хороший человек. Не знаю, был ли я в одиночестве или нет, но может быть кто-нибудь... Но как-то перестали говорить, ах ты, боже мой, Евровидение – это парад ЛГБТ. Но это же Евровидение никогда не называло себя конкурсом, фестивалем патриотической песни «Красная гвоздика». Я вот открыл месяц назад «Красную гвоздику возрожденную», и там не было людей, которые клеили на себя бороды, парики, ходили на шпильках. Там люди приходили, только те, которые понимают, что такое патриотизм. Они с этим и приходили. Кто в чужой монастырь со своим уставом не ходит? Это истина. Резюме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова